Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. После разговора с богатым юношей Иисус сообщает ученикам эту истину. Христос не осуждает богатство как таковое. Он имеет в виду скорее привязанность к нему и неоправданное чувство безопасности, которое оно может вызвать, как в случае с юным богачом. Христос приводит в пример самое большое животное в Израиле, чтобы показать абсурдность попытки заслужить вход в Божье Царство с помощью имущества и богатства. Похожее выражение встречается в раввинистической литературе, где речь идет о проходе слона через игольное ушко. Есть мнение, что это пословица из Талмуда, обозначающая какую-либо трудность. Подобное выражение встречается и в Коране. В Индии также существует оборот речи о слоне, проходящем через маленькую дверь или через глаз иглы. Но прежде чем я перейду к разъяснению, что такое игольное ушко, не забудьте подписаться на мой канал, потому что отсюда вы голодными точно не уйдете. Работая над этим материалом, я обнаружил три версии толкования то ли иносказания, то ли конкретного примера, озвученного Иисусом. Так, по одной из версий в данном случае имеет место неточность перевода слова «верблюд», которое на древнегреческом пишется практически так же, как и слово «канат», а точнее отличается всего одной буквой. С учетом того, что в те времена канаты делались из верблюжьего волоса, переписчики ранних новозаветных текстов, вероятно, допустили ошибку, немного изменившую высказывание Христа при сохранении сути сказанного. Соответственно, переводимая фраза может звучать так. «Удобнее канат продеть сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие». Такая трактовка звучит более естественно и логично, в отличие от примера с верблюдом. Однако и здесь следует быть крайне аккуратными в толковании, так как слово «канат», используемое в таком виде в данном месте, встречается в древнегреческом языке крайне редко. Утверждается, что ни в одном авторитетном греческом словаре этого слова нет. При этом во всех ранних рукописях Нового Завета используется слово «верблюд». По другой версии, в Иерусалиме одни из ворот назывались «игольным ушком», в которое мог протиснуться верблюд на коленях со снятой поклажей и без наездника. Однако ряд исследователей утверждают, что это мнение ошибочное, так как в древних письменных источниках нет ни одного упоминания о воротах такой величины, ни на одной из застав древнего Иерусалима. Это мнение доказывается данными современных археологических раскопок. Хотя в сети присутствуют фотографии дыры в стене, называемой «игольным ушком», куда протиснуться может только один человек. И, наконец, есть еще и третья версия. В период жизни Иисуса Христа в Старый Иерусалим приезжали торговцы практически отовсюду. А иногородним попасть за городские ворота можно было только уплатив пошлины. Величина пошлины зависела от количества навьюченных на животное тюков. Никто, конечно же, платить не хотел. И некоторые из торговцев, дабы избежать платы, обходили главные ворота и следовали на базар другим путем через невероятно узкую улицу, по которой приходилось буквально втискивать верблюда. Если не получалось, то купцу ничего не оставалось, как вернуться к главным воротам. Однако многие пытались задаром попасть на городской рынок. Поэтому эта улица считалась мерилом жадности купца. Как утверждается, были случаи, когда верблюд застревал, и торговцу приходилось платить деньги людям за помощь протолкнуть бедное животное дальше. Говорят даже, что фраза «скупой платит дважды» родилась именно в этой тесноте. Утверждать не буду, не знаю. На основании этих интересных и немного смешных сведений можно сделать вывод о том, что купец должен освободиться и от поклажи, и от верблюда. И только в этом случае он пройдет этой узкой улочкой беспрепятственно. То есть, раскрывая метафору, человек легко войдет в царство небесное, не держась за свои тюки и товар, освободившись от плена богатства. На мой взгляд, все три версии представляются очень интересными, и каждая имеет право на существование. Ведь суть Христова иносказания при этом не меняется. А какая версия, на ваш взгляд, звучит более правдоподобно? А может, у вас есть своя собственная? Обязательно напишите об этом в комментариях. Если видео понравилось, кликните на пальчик. Или поддержите донатом по ссылке под видео. Продолжение следует...